Добро пожаловать на канал Народные Советы. В этом ролике я разберу подробно такое заболевание, как атеросклероз, и расскажу о правильной диете при этом заболевании. Но для начала я призываю всех желающих подписаться на канал. Видео выходят каждый день, и вы сможете улучшить свои знания о народной медицине. Также можете подписаться на Facebook страницу канала, ссылка в описании. Ну а теперь вернемся к теме ролика. Атеросклероз Атеросклероз – это заболевание, при котором происходит утолщение и потеря эластичности артериальных стен. Характеризуется образованием неоднородных бляшек – атеромы. Бляшки содержат липиды, воспалительные клетки, гладкомышечные клетки и соединительную ткань. Симптомы появляются с увеличением размеров или при разрыве бляшки, когда уменьшается или прекращается кровоток. Невозможно назвать одну единственную причину, приводящую к атеросклеротической перестройке стенки артерий и формированию бляшек. Большинство исследователей согласны с тем фактом, что в основе атеросклероза лежит нарушение обмена жиров. Точнее эфиров холестерина на уровне генетической предрасположенности. Основные факторы риска Курение – наиболее опасный фактор. Сахарный диабет, ожирение, малоподвижный образ жизни, эмоциональное перенапряжение, употребление больших количеств алкоголя, неправильное питание, наследственная предрасположенность, постменопауза, артериальная гипертензия и другие. Атеросклероз – это системное заболевание, поражающее все артерии. Однако в зависимости от преобладания выраженности атеросклероза в той или иной группе сосудов, его подразделяют на Атеросклероз коронарных артерий, вызывающий ишемическую болезнь сердца и стенокардию, исходом чего может быть инфаркт миокарда. Атеросклероз – брафиоцефальных артерий, вызывающий хроническую недостаточность мозгового кровотока, исходом чего может быть инсульт. Атеросклероз – аорты подвздошных артерий и артерий нижних конечностей, вызывающий перемежающую хромоту, исходом чего может быть гангрена нижней конечности или пальцев. Атеросклероз – атеросклероз висцеральных ветвей аорты, нарушенный кровоток во внутренних органах, исходом чего может быть инфаркт кишечника, почки и другого. Мультифокальный атеросклероз – поражение нескольких вышеуказанных групп сосудов. Основные принципы питания при атеросклерозе – ограничение животных жиров, легко всасываемых углеводов, ограничение соли, обогащение рациона растительными маслами, введение в рацион морепродуктов, равномерное распределение пищи на 4-5 приемов в день, ограничение жидкости до 1,5 литра в день. Пища отварная или запеченная? Запрещается. Жирное мясо, крепкие бульоны, мозги, печень, сердце, икра, сало, острые и соленые закуски, сдоба, крем, какао, шоколад, спиртные напитки, грибы. При повышенной свертываемости крови особенно рекомендуется морская капуста. Рекомендуются следующие продукты. Хлеб – ржаной, грубого помола. Супы – овощные, молочные, крупяные. Мясо – нежирная говядина, баранина. Свинина, куры, индейки отварные или запеченные. Рыба – треска, окунь, навага, судак. Яйца – белковые омлеты, цельные яйца, 2-3 штуки в неделю. Овощи – картофель, капуста цветная, капуста белокочанная. Тыква – помидоры, кабачки, огурцы, лук, чеснок, баклажаны. Зелень – петрушка, укроп. Фрукты – свежие, а также курага, чернослив, изюм. Особенно рекомендуются ананасы, цитрусовые, персики, абрикосы. Крупы – овсяная, гречневая, пшеничная, рис. Кумыс – молоко, цельное, творог, кефир, простокваша, кумыс, неострый сыр. Сладкое – мед, варенье, джем, сахар до 40 грамм в день. Напитки – крепкий чай, кофе, фруктовые и овощные соки, особенно томатный. Закуски – вымоченная селедка, нежирная ветчина, докторская колбаса, винегрет, овощные салаты. Если это видео было полезным для вас, пожалуйста, поставьте лайк и не забывайте подписаться на канал. А я напоминаю, что этот ролик носит рекомендательный характер. И перед использованием указанной информации проконсультируйтесь со своим лечащим врачом. На этом у меня все. До скорых встреч. Продолжение следует...